Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это очередной матч 3 на 3. Мне достался Карфаген, моим партнёром Iron Butterfly Ассирия, а Спирину Олегу Португалия. Играем мы против иракезов Византии, и вы не поверите, снова Сангай! Партия будет проходить на карте Перестрелка, так что должно быть контактное всё, ну и приятного вам просмотра! Так, крамбики-киты. Опа! Интересно, они раскладят. Блин, вот то, что я впереди, это плохо. Я из нас проих уже всех воюю. Так круто. Так, я пока свернулся, может не ходить. Да, просто не ходят, даже юниты не выбираются. А, не, стоп, это Олег впереди. Блин. Смотрю на португальца и вижу себя. Да, я впереди. Слушай, у меня вообще зашибись место. Блин, два камня, медь, коровы на холме. Ну, то есть я хочу поставить вот там, где стоит. Напишите, я свернулся. Я запись просто включил. А, так и я включу, подожди секунду. А я включил уже давно. Довольно странно. И реки есть, и при этом еще и нори. Да, ну, конечно, лучше бы там было быть в Португалии. Я не знаю, имеет ли тебе смысл там на море ставить вообще, в принципе, тут? Ну, по-любому. Крабы и киты. Один город там ставит. Ну, ладно. Короче, я хочу поставить на тот холм, где у меня стоит сейчас воин. Ну, да. Нормально. Так, слушай, у меня до сих пор не ходят. Ты уже вернулся? Я вернулся. И у меня не ходят. Все развернули? Да. Вот куда мне ставить? Вот это вот интересно. Может, кто-нибудь теперь и зайдет? Ну, давайте я попробую, да? Подожди только, Олег, выходи пока. Ну. Ладно, перезайдем. Да, заходили юниты. О, блин, ГГшка. Ну, блин. Тебе, может, на лук тогда поставить? Слушай, тебе по-любому надо на лук ставить, чтобы каменную мастерскую можно было построить. Ну, выше, да. И тогда у тебя влезет город вот тут, где дуболом стоит? На холме. Я тогда на этот холм поставлю. Блин, а вот что Олегу делать? Ну, у него, видишь, тут горы. То есть, по идее, он там как-то сможет, я так думаю, защищаться. Мне надо будет в ту сторону города ставить. Ну что, вроде все ходит. Нужно прямо на хлопок поставить. Да, я что-то думаю на хлопок. Да. Как думаешь, Леша? Да, я тоже, наверное, думаю, на хлопок надо. Причем, наверное, так. А ну, второй город где будет? Раз, два, три, четыре. Я тоже соглашусь, что... Оставляться может быть. Мне кажется, все-таки, вот как ты говоришь, поближе в их сторону ставить на хлопок. Или тогда... Ну, блин... Там что-то похоже, смотрите, на озеро Виктории похоже что-то. Где? Правее овец. Правее овец? Еще холм, и еще правее там, смотри, вроде как Виктория. Мне кажется, лес... Ну, ладно, все равно, в любом случае, ходи на хлопок сейчас пока, и там дальше посмотрим. Так, я просто... Второй город, так, раз, два, три, четыре. А, ну, второй город будет хороший в защите, да? Ты хочешь на Викторию второй город ставить? Ну, Катя, в этом тоже есть смысл. Если он будет очень быстро расти, его же труднее взять будет. И тут куча холмов, то есть за счет Виктории очень быстро производство появится. Куда идем? Вообще по науке. Может в гончарку, чтобы камни сразу начать? В смысле, какие камни? Нет, всегда лошадей сразу сначала. Но он имел докуменные мастерские, но для каменных мастерских, Олег? Я имел в виду религию на камне. А, в этом смысле. Ну... Я бы все равно открывал сначала лошадей, потому что ты будешь строить монумент и разведа. Просто вырвут. А камни как дают? Сразу без обработки, правильно? Да, нет, нет. Нет, нужно построить каменоломни. Там скаменоломен идет. Кстати, я смотрю, можно еще на медь взять. В любом случае, в нашем месте. Я не пойму, зачем нам сейчас лошади, если у каждого есть для начала камни для развития. А зачем нам сейчас амбар? Ну, тоже логично. Не, он не амбар. Или ты прям в 8 момента хочешь строить? Он хочет святилища. Ранее. Окей, давай пойдем в кончерк. Хотя бы кто-то. Допустим, вот лучше Леша, наверное, чтобы религию брал. Ты ход закончу. Что-то у них там большие обсуждения. Кстати, есть же еще в первые 5 ходов возможность рестарта. Нормально все, это что? Зачем рестарт? Нет, я говорю про них, они могут попросить. А, ну да. Так, что лучше? Кстати, прикольно, трюфеля в булоке находятся. Ну что, правильно, свиньи купаются и трюфеля производят. Прыгни сначала юнитом, дай посмотреть, будет там Виктория? Нет, это Леша. Леса. Так, раз, два. Вот здесь или правее? Нет, здесь. Так. Или правее. Так, я сейчас камни могу быстро начать, да, брата? Не знаю, я поставил там тестирь сейчас. Вот сейчас. Да, ставь тут, давай. Блин, какие-то горы. Леша, ну... Я выбрал, стихо, спокойно. Спокойно. Не нервничай. Все хорошо. Алматы. Ну, вот, например, вот, был бы Сиан, да, это Алматы, ему ничего, сверх того бы не давало. Она бы не давала в два раза быстрее юниты. Скорее всего, я в Алматы буду караванчик выпускать на глупых. Да. О-о-о-о-о-о. Что такое? Не, круто в Алматы. Смотри, тут у них и жемчуг в Алматы. Слушай, что-то, Олег, я тебе максимум на громкость поставил, но как-то тиховато у тебя все равно слышно. Слушай, ну, у них точно такое же может быть море, как и у тебя, кстати, ассирийцы. Судя по тому, что карта так... Ну, такая карта, в общем. А, ну, правильно, Аллочность и Киселек поставили на море. У Аллочности и Киселька города на море. Причем у Аллочности одна клетка, а у Киселька вообще две. Но, это у Кати могут быть и не моря, это могут быть, опять же, озера. То есть очень бы хотелось их найти и исследовать. Чтобы конкретнее знать. Блин, хотел бы болом притянуть, посмотреть границы, потому что он вспомнил нельзя. Вот венецианец. Какой венецианец? Ой, этот, византий. Объявляй ему войну. Что за дела такие? Ходит тут. Ну, ты, походу, тут защищен, коня. Ну, блин, я не хочу с ними в развитие играть, вот честно скажу. Религию какую, на камни или на медь берем? Ну, а ты уже религию берешь? Нет, ты. Ты просто как-то так заранее постоянно нам проблемы ставишь. Сейчас думаешь об одном, а ты уже предлагаешь выбирать. Фиг знает. Олег, ты планируешь? Будешь города ставить к серебре? К серебру туда, по цитрусу где-то? Обязательно. Вот я сейчас присматриваю, где. Ну, ты знаешь, что у тебя будет гонка с византийцем? Да вот понимаю. Ну, я тоже вот буду, я планирую по низу просто в ту сторону города ставить. Главное, чтобы тут не совсем все в горах было. Хотя, с другой стороны, я же карфаген. Мне дай генералы, и мне эти горы уже... Ничего не значит. Я дуболома в Лиссабон приведу, подарю. Там анггашка снизу есть. Ты ориентируйся так, чтобы когда возвращал дуболома, чтобы дать стресс. Попробовал, по крайней мере. Да. Может быть, ранний этот, а? Ранний посел. У тебя производства нет вообще? Да. Ты лучше расти пока. Блин, я на лошадях стою. Так, добычу. Гонконг они нашли. Блин, у меня тут нет выхода. Блин, такое ощущение, что тут вообще только один выход. Вот это одна клетка. Олег, защиту пообещаю. Гонконг. Ребят, тут надо решать. Тут, походу, надо очень быстро либо вот этот проход занимать и выходить туда и спамить юнитами через... А, нет, вот как-то прошел дуболом византийский. Он сверху Гонконга, наверное. Вот тут сверху Гонконга еще есть проход. Вот где он стоит, тут надо город ставить. Классно получится. На подумать, кому. Кто стоит? Ты чем? Это... Дуболом византийский. Воин. Леша, ты будешь светилища строить или я? Просто у меня тут четыре камня я вижу. Не, строй ты. Мне тут, наверное, важнее будет города ставить. Вот он идет. Вот он идет. Ага, скаут Ирокеза. Ударю. Ударил двум. Как всегда, ни одного чуда не найдено до сих пор из четырех. Что у них там с демографией? Первый Сангай по всему. Десять еды. Ее там три, что ли? Ну что? Ты думаешь на Гонконг двигать? А мне что, надо посила везти? А ты не стричешь. Он на холме стоит. Ага. Все, я тогда сейчас... Так попейщика нужно еще. Не, вот, Олег, выше просто... Смотри, по верхней половине ты строишь города, а я по нижней половине. Я вот буду ставить в сторону Гонконга города. Угу. Угу. Там где-то дуболом этот византийский. Ты в курсе же, да? А вот Ирокез тут шастает как-то близко. Непонятно, где он вообще. Ты уверен, что это лучшее решение ставить дуболом там укрепленным? Он там просто ничего не делает. Они зажмут тебя, да? Я хотел чуть-чуть подлечиться. А, вот чего они тут скопились. Вон, на Килиманджаро. Так. Ну, в общем, тебе надо туда как-то город поставить. Лучше. Проблема в том, что у них уже есть этот промоушен от Килиманджаро, а у тебя нет. Блин, может, поверху обойти их? Леша, ты своего дуболома не хочешь привезти и портовальцу? Хочу. Давайте я сейчас поверху попытаюсь на коровы встать. В два хода. А где этот дуболом был тут византийский, блин? Да забей, пускай тут лазят, че он. Ага, вот как они тут расположены. Слушай, а нафига мы железо открываем, а не обработку камней? Ну, что, промоушен? Мне ж, все равно рабочего нет. Вот у меня скоро... Ну, короче, следующий давай камни. Окей. Если ты собираешься брать религию с камней, тебе не кажется, что быстрее, я думаю, что там вот сейчас со скаутом? Хана, да? У меня там, да, беда. Да, убили. Ах, блин, вон они, как шастают, а? Ну, у них промоушен от Килиманджаро. Так, куда город ставить, давайте прикинем, а? Ну, я бы под Килиманджаро попытался. Я думаю, что и Рокес будет туда тоже пытаться ставить. Мне тут вдвоем действует. Мне кажется, рабочего ты зря строишь. Рабочего ты зря строишь. Надо больше юнитов. Почему юнитов? Блин, два хода осталось, а? Ну, ты, смотри, ты просто его не сможешь сейчас защищать, у тебя варвары его захватят. Нет? Блин, они тут вообще кружат толпами какими-то. У меня вообще, блин, какой-то варвары как будто агрессивные. Не было ни одного варвара, за два хода два варвара родилось. Даже два. Вообще, блин. Стой там, на этом лесу. Что тебе еще делать? Так, буду обрабатывать лошадей. А, давайте в этот календарь, может быть. Или сначала стрельбу. Мне еще мореходство нужно. Мореходство тебе не скоро еще нужно? Что ты вот прям уже собираешься? Нет. Олег, поставь каменную мастерскую камню. Что-что? Переключись в пирамиды. Понял. Вон, идет посело, ведет и ракет, блин. Что тут сделать можно? Ты Лиссабоном уже варвара обстрелял? Да. Ну, что, грамотно они тебя оттеснили, что я могу сказать? Ну, с другой стороны, конечно, им везу-ка, что они первые. Килиманджаро увидели. Ну, да. О, варвара хоть заглушена. А, все равно убьет, сейчас пойдет. Я так понимаю, там скаута варвара атакуют, да? Ну, иракетского. Нет, это он придет и бил варвара там. О, блин. Так, куда лучше ставить, а? Так, идем куда? В стрельбу или в календарь? Давайте в коляске выйдем. Ну, календарь тебе нужен, да? Давай календарь, а потом коляски. Так. Я, наверное, пирамиды построю. У меня производство зашибись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там, куда же лучше поставить? Ого, он куда подбирается. Вообще хочет близко поставить. Да, да. Ну, логично. Надо мочить этого скаута византийского. Слушай, а можно промоушен у нас разве откладывать? Нет. Позже что-то, каменоломни не могли найти. А, принял, блин, византийец. Ну, что это на меня брать? Что он принял? На каменоломни. Ну, хреново. Да. Я железо и месить соль возьму, окей? Да. Мобильное приложение 2GIS один из лидеров среди бесплатных программ в категориях навигация и путешествия в магазинах всех мобильных платформ. Так что я рад, что это видео выходит при поддержке 2GIS. Ну, а вам пора на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Как думаете, вот проверял Алматы мне на воду ставить или на медь поставить? Блин, троём пруд не дают везти. Ни хрена себе. Не, ну, само собой он тебе не будет давать везти, ну, Олег. Четвером. Ну, ты спасёшь поселы? Спасу, да, но это ж не дело. Блин, как не дело? Ну, они тебе не дают... То есть ты возмущаешься, что они тебе не дают играть? Не, не, не возмущаюсь, конечно. Чуть их разные стороны, помню. Тьёпси, ни хрена себе. Слушай, Айрон, там надо как-то Олегу помогать. Они тут толпой навалились на меня вообще. Блин, логично, построили юниты. Навалились толпой. Та ну, ёпси. Ну, поздравляю. Тьфу, слышишь? С ума сойти, наверное. А куда ты разведом ушёл? Ну, а куда деваться? Вон их, смотри, какая толпень, просто. Круто. Сейчас я веду своего. Ну, просто вот их сколько на меня. Очень много. Ты, может, дубовому возвращал, чё он у тебя там проставит? Ну, блин, невозможно так играть. Ну, слушай, ну, их же трое там, ну. Ты сам посуди. Они втроём тебя, конечно, перекликивают. Никакого не было ещё. Просто, просто не было. Давай скинем все ему деньгами, пускай лучника купит. Ну, а смысл тут? Он очень надо, надо. Я тут ничего не могу. Ну, сам его просто. Или хотя бы разведок купит у него вообще ничего нету там. Аааа! Ой, слава богу, хоть одного забрали. Обратно. Что за маневр поселенцем был? А, там он у тебя с воли проется, блин, я думал ты его с города выиграл просто. А, Лособон? Ты не забивай, у них есть Келеманжаро, у них куча разведчиков, они же по 4 клетки по холмам бегают, ты так зря поставил посела. Бля. Слушай, Олег, ну давай как-то соберись. Ура. Хватит надеяться на фастклик, давай ты как-то... Слушай, ну тут надо вот сейчас выходим в коляске и просто коляске клепать и что-то бежать делать. Да, да. В принципе вот сверху от осенинки есть проход, можно расставить коляской, ну то есть в принципе осенинка берется, если уж так говорить. Ну... Единственная очень большая проблема, что у них будет промоушен на горы. После... после колясок к морихозу нам нужно зайти. Да, в последний день дай, пожалуйста. Ах, хорошо. Ох, как приятно было. Да, слушай, хорошо, что ты взял на медь и железо, потому что у меня тут и меди и железо в принципе нормальное количество такое. Как думаете, где мне... ну, Айрон лучше посмотри, где мне город поставить. Смотри, видишь, где у меня сейчас стоит посел? Я думаю, либо здесь, либо выше вот еще справа от варварского лагеря холм, вот тут, например. Типа, чтоб поближе к португальцу было. Смотри, если ты выше поставишь, ты заблочишь потом третий радиус Лиссабона, будет свой третий радиус блочить, короче, место под город. Тебе ни в коем случае выше нельзя везти, потому что там город еще не влезет. Ты мне говоришь? Не, мне, мне. Ага. Третий радиус... а где у меня еще выше не влезет город? Где ты ходишь? Я хотел еще дальше вправо ставить города. Ну, смотри, если ты сейчас на клетку выше поднимешься, то между этим городом Лиссабоном больше ничего не влезет. А так потом выше на холме под горой можно будет еще поставить нормально. О, ладно. Так, что ж мне делать-то, а? Где город ставить? На медь, ближе к меди, что ли? Он сейчас движется тут, не знаю, что делать. Слушай, пожалуйста, не вставляй так поселок, когда у них есть Климанджаро, это очень опасно. Давай думать, куда город ставить. Он сейчас стоял на серебре, сейчас пошел ближе сюда. Да не как город мертвое раньше. Ну, ставь дальше вот к... раз, два, три. Ниже куда, да? Правее... Правее овец, наверное, ставь просто, нет? Ну да, иди так по диагонали вправо. Хотя с другой стороны... Ну, прыгай поселом, у тебя же еще там лучник. Лучником защищаю. И лучником. Поставь вот около горы, вот на правой клетке, мне так кажется. Вот там, где стоят у тебя посел, справа блестка. Чего я лично построил? Мы же открыли этих колесниц. Так... А, блин, я... А я тоже копейщик... А, у меня нету лошадей. У меня есть... Ладно, я пока обработаю. Мне уже семьи молодой. Ну, мне копейщик все равно... Ну, давай, давай. Копейщик все равно пускай будет. Ну да... Ну да, ну да, ну да. Что это делать, а? что делать сейчас мы с тобой соединимся сейчас поставим еще я так понимаю что ты на айрон на мрамор хочешь ставить и поведем просто к тебе коляске надо осенинку брать а блин андреаполь блин да что за короче они олега унижают я вижу нет это не так называется а как плюс четыре от чудес мира у нас чудес как всегда вообще нету блин нашу делать бороться на чем города ставим ставь он выше город где в этот варвар раненый стоит на этом холме ставь хотя бы да или лошадей доброго таши и поиги пошел захлопку в работу причал на то никак не дает кстати а у них что с деньгами 20 у сангая 50 у ирокезов ну им вроде тоже никто ничего не давал так так что на месте разведа до выше поставить город на холм а может быть за этим дальше чуть-чуть за озером и пойми что тебе еще нужны места для других городов если ты будешь так широко ставить то ты просто ну больше не поставишь скотина идет вот к этому камню его гравить ему не дам так может лучше на месте разведа или же можете говорим на холме ставь на тогда он очень уязвимый а если ног на один выше то и вот тяжело будет взять не карлин византийц он ставил поставил скаута мешать мне туда вести город надо коляску послели послела просто быстро прибежит с этим скаутом разберется опа прокатал ну теперь ты понимаешь куда тебе надо ставить город да ставь вот там где у тебя собственно на скаут наверно или или на берегу ставить я бы тут ставил вот здесь сейчас на холмецке это потом еще под каркатал раз-два куда коробку шаги расставить вообще да есть резон ставь тут души ты иначе просто города нигде не поставишь техники о о Продолжение следует... 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 о какой хороший город будет а надо бы подумать нам надо осенинку как-то зажимать да ладно с разных сторон смотрю ты уже воспрял духом готов все зажимать там им ну чё взял дань на и жили уже тебе походу византийц удалил я с кого-то или убили варвары те лишь коляской убирает они сейчас по 1 буду дарить ну я четвертый парни хотя и следующим ходом тут еще коляски построятся так но они все в волю тоже пошли кстати обратите внимание что они строили юниты первыми то есть они немножко затормозили с монументом специально и собственно это ему и позволило опередить тебя с елеманджаро тебе наверное все таки вот когда ты впереди стоит сначала юниты строить чтобы разведка была вот они побродят раз два три да блин ну и чё взял взял ну всё тащи олега там олег сверху сиду нас катмандусь может взять и этих самое главное что он может осенинку взять только имейте ввиду что на коляске килиманджаро не действует строй короче а блин мы сейчас строй обычных лучников вот после посела и в порту давайте отслужим может немного метки до одного хода доведем до одного хода давайте метки до одного хода доведем ну окей только не забыть о сейчас будешь и тогда смотри еще гранд ривер поставил да сволочь ну я надеюсь если будет смотреть в одном записи так шутку нет я ну гранд ривер вообще должен браться вот гранд ривер блин колясками вот прямо сейчас надо бежать и брать вы со мной согласны да мы все строим армию а этот олег строит амбар все я уже вон три коляски сразу после этого строит а лекция не смущает что у тебя промпли в леса боя не зачем тебя там больше трех жителей сейчас почему я куплю вот век или куплю мне не на клик эти обратно передаю тебе просто проще перебрасывать их убирай там эту коляску смотрите может какие решки у вас просят крабы или китов или города пробыли китов алматы просит далее открыли металлоконструкции о круто какие мы внимательные игроки куда идем деньги или верховую напишите верховую это болото убрать убирай колясочки блин эти болото не вообще не в тему не коллегу как-то болото так а где бы мне вот когда город прямо у горы поставить в сторону лиссабона ну да на холме или смотри ты можешь поставить левее ой наоборот правее между холмом и свиньей да и потом еще на меди один год да мне в принципе вообще то есть места у меня слева вон места еще вишь цитрусовые коровы я так поставить или вопрос ну да далеко он так надо с этим лагерем сбегать разобраться это болото сушать мне мы не надо сушать так они вышли уже в этот письменность все хана нам но вообще их эти магавки с килиманджаро не очень приятно будет я думаю что они хотят библиотекой магавка взять ну там лесов только подарок гранд реверам это нам на руку все в этом холме в лесах были это вообще жесть сангая он не смеющий будет алматы просто хочет этот лагерь он хочет тот лагерь который уже олег а у тебя этот лагерь сидон просил да да отлично очень неплохо а у меня алматы просит внизу лагерят у меня сейчас его тоже зачищу и военные города будут давать юниты очень неплохо ну он это импи это вряд ли доигран хотя ну они не верят лишь импи будут они будут другие юниты давать до импи не ну я вообще он про уникальный посмотрите еще раз крабы или кто смотрел меня не требует требует лагеря гонконг требует найти санга и культуру и котландо требует веру кстати вообще то нам имеет смысл купить крокотау в браге сколько стоит 5 науки ну блин смотри у меня только 11 науки вот представить 5 науки в этой стадии это очень круто у меня 11 то есть это считай половина науки всей дополнительно еще плюс 50 процентов олег сколько стоит что что крокотау 5 покупаю и сразу обрабатываю да стало плюс 16 так городок здесь ставлю тогда да возле оленей рыба ты кстати лучше не коляски строила метких тебе вести их близко а нам допустим тащить далеко да ну я кстати тоже уже метких строй потому что поставлю город соединен дорогами и я коллегу быстро их буду приводить ну ты знаешь я думаю что вам надо вдвоем там воевать ну да 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 иначе мы тут не покликаем я левый день серия отличная командная игра не мы вот тогда когда вдвоем воюете по-моему классно получается с разных сторон такие хоп хоп главное чтобы я там не мешался тогда все путем будет олег смотри я сейчас подхожу трясу дань с них дарю тебе в браге и ты стиган трясешь а м а от кого крадился так дорогой тут соединено все да надо забирать гранд ривер у меня уже руки чешутся вот вот это настрой я понимаю выше дубулом алюша по долма то нет никакого еще больше никого нет не знаю но по идее что уделяем коляскому ну я к этом бегал не был никого вообще не ожидал что дуболом там еще сверху придет что-то так надо под дуболом и не подставится возвращаем коляске португальцу черних вверх из это все плохо ешь возьми кроме себе не знаем уж они надорвались на этой на этом захвате килимандра я понял они разведно купили минимум одного потому что у них резко деньги испарились и у них там было три разведно да они тогда вообще обступили меня так куда идем с пятачком большой большой секрет письменность или письменность нам мне кажется вообще нафиг надо пошли деньги на или инженерное дело вообще в общем математика у меня слоны уже появились постройку я слоника олег сними сиду на защиту пожалуйста мяу так вот эту надо болото вырубить чтобы не мешало бегать сейчас тварь встанет на мрамор но по идее должно хватить силы следующим ходом его убить нет не встал в гонконг пилит ну окей о ты как видел что будет озеро точно совершенно там наверное ассирийцу или тебе поставить уже ну крокотау и виктория я скажу неплохая компенсация за килиманджаро по идее если только ты еще все я взял дань убери сбрали схватка коляску а стой тюкер что мне так не то достаточно попробуй сам требовать минус 30 10 уберу как манду взял у тебя еще уже не свободно есть 0 отмени пока в порту коляску я тебе подарю неудобную лошадь потом доделаем я дам те лошадей другую о купить эту свинью трюфели нам надо где работник мне не надо у меня есть свиньи у ассирийца тоже есть свиньи нет уж трюфель есть так что я я на диване у меня нет слушай ты пока не покупай подожди не покупай я сейчас вырублю болото там осушу и тогда купить эти скажу когда такой виктории кто будет ставить ассирийц или португалец угодно несколько четыре города кто быстрее дойдет я еще один буду город ставить я планирую левее железо поставить они туда не влезет о снял и вторую дань седон очка ой ты умничка такая скушай конферку я смыта ну чё будем окружать мы будем уничтожать окне и лука я подарил принципе у меня лошадь нашлась еще одна где была а там загашники спрятал не себе лошадку вот мне кажется они зря прекратили давить вот у них напор нормальный был им уже было ну тогда этого футуальца вообще инфраструктура было ну ничего не было не было рабочих городом не было ну чё-то вот давили давили и прекратили почему решили шути по нету защищены а я добью я закликаю убили или он ушел билда долгу ты фаст кликер все такое и 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 Я вам напомню, что если вы не помните, у них, ну, они на три клетки вместо четырех ходят, но они за счет них быстрее генералы набиваются, если ими атаковать. И они, вот если вы станете рядом с юнитом соперника, то юнит получает минус 10% к силе. То есть неплохо по одному-два иметь, чтобы соперников атаковать. Вот, Сидон дал юнит. Очень приятно. Какой хоть юнит? Пока не знаю. Да написал. Ну, кликни на это, он тебя перенесет к юниту. Я предлагаю в инженерное дело, а не в математику, потому что у меня тут рек дофига, да и, собственно, у португальца тоже. И быстрее будем просто ходить. Окей. Ай. а эти башенки твои кстати да я и забыл про них они где а мы как раз их открыли у вас там город то есть чем брать есть ну гранд ревер мне кажется вот он как разряд ставил хотя ты копьем быстро на лес прыгни копьем ну следующим ходом копье быстро на лес поставь чтобы он не заблоченным клетку ну или дуболом дуболомом давай а я свою коляску уберу и на место моей коляски ты поставишь копьем такая стрелять не чем блин может лучше сюда кинуть смысле стрелять нечем зря ты на болото коляску поставил на мне я подруг нему отойти чтобы пострелять а ну да сюда отходит то теряет ход их бы рабочего ну я веду там рабочих по идее о мрамор сверху к территории мрамор что мрамор верху хочешь ты строй 10 тебя быстрее везти потому что пока я по болотам доведу посела ну окей я вот возле китов я построю у меня киты оказывается тоже как у него копеечек получился уровень и на клетку с овцами и львей грандривера коляску чтобы обстреливать следующим ходом сейчас быстро обстреливаем горды забираем чтобы убить юнит который внутри он куда у меня конь алмата продала добивая и купе у миду эх эх не успели разрушить да ты лучше разрушиться и веди туда свой какой-нибудь поставь на сразу после после чего есть киты убирай метка лука из лиссабона до и ты очень надо так мы эти даю дарю коляски около порта у меня недовольство сколько минус 6 ну давай я тебе еще смотри посмотри какие люксы я тему отдали меня излишки короче выбери из них люксов полечусь на своей территории у тебя же минус 6 еще один возьми у меня можешь взять меня мрамор например с другой стороны фига мы это сделали у следующим ходом все вернется уже зажигает гранд ревер мы же все равно 8 у него заберет а ну да и осенин ку кстати сжигать лиры не стоит там осенин ку оставил а 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 так переписываем рабочих на фронт потому что у меня пирамиды я быстро все строю у них вообще армии не понимают чуваки видимо решили в развитии играть да ну скорее всего они передают и ракезу все-таки в византии 9 византии дети наверно у него тут вот скаут где-то бегал смотри нам сейчас нужно максимально перебить просто юнты потом уже огороду создать на потому что сейчас мы начнем поставляться и насильно будет бить нам вот эти и дуболома допустим лука расколупать да просто убивайте линка и подходит этого дуболом этот лук сангайский перекрывайте под поставки юнитов кассининки и потом просто добивать тем более тут видишь снизу опыта ты правильно встал 3 снизу вообще поля какие-то они с ними по ходу сыграла злую шутку что они у тебя пустила забрали не нужна чудо еще не так расслабились какого хрена у них вообще нету армии внезапно кто забирает воина и ракетского я добью коляска которая нахалмин убил речка мешает помещена лошадях лучник стоит недобитый я тебе трюфелей обработал сколько у тебя там счастье 11 естественно мы что он те служили а зачем ты вот допустим лучника привел разведывать ты живем мой мог меткова коляску лучше бы отправить туда у тебя там возьмем и мельбур наберет это уже да блин ты сейчас зря на стену он уже добить копьем надо было просто подойти того кого 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 ты в лагерь он забей да вы там лучше с этим с ирокезом разбирайтесь подходи юнитами и дочь клетки 4 сверху коляски не ходивший я кстати приведу эту основную башню будет легче брать город потом да шинерами эти дорогу тогда построить от кара ту культи не нурта перемены город убил на лошадях да молодец так проведу дорогу в общем от кара ту культи не нурта я проведу дорогу ты там чем-нибудь обрабатывай себе решит так пойдем в византии займемся в принципе могу конем от осенинки забрать если чё а нет я не могу мы же не можем так города передавать или можем я уже забыл не можем можем передать города только если сжигать осенинку мы не хотим сжигать чтобы португали избрана довольных мы можем позволить строить стиль уж лучше слона больше с 7 4 слона уже будет генерал родился предполагали о слушая давай ты мне генерала подаришь потом тебя обратно верну я смогу через горы бегать так я начну тогда тут удивлять византийца всячески смотри у тебя еще сверху там в самом верху карты не ходившая коляска и разведчик ходившие ну ладно уже поздно все эти секунды не нужно что-то минус все равно не прошло ирокезы основали религию это очень хорошо что ирокезы основали религию потому что я думаю они не успеют ее особо распространить олег смотри левее к лиманджару я щас уйду копьем ты туда метким запрыгнешь утяжем под климанджару и ты сразу сможешь стрелять окей да слону лисабона забирай люблю слону что помням борта очень здесь есть где мне нету амбара специальный караван а вот он тверком вы мне сангай найдите у меня грешка проще олег генерала дарить олег у тебя там опять метка луку снова земель бурна не похоже не действует подарок генералам сейчас я почитаю что тут пишут ну лишь этому дорогу не забыл не я строю только олег около порта у тебя рабочий что-то делает то коровах убери его пока оттуда я тебе сам коров обработаю там надо дорогу провести вот видишь айрон я буду вести дорогу вот как бы через овец хлопок не железа надо наверно все таки на мраморе пока его мельбурн присоединил ну ты сейчас еще одно построено нам в общем забирай генерала обратно не работает эта штука и метка лука забирай у тебя там минус к производству еще не пошел из-за большого количества юнитов почему мы учим развить их ребят блин я не делаю инженерку идем олег как всегда на своей волне надо как-то курить нам нападение окружению ты пока юнита у тебя просто его ты просто подводи и получай прокачку кельманджарова там дубулон допустим стоит просто и сверху разведать убей и куда натверкану да я его и постепенно ну ты еще зубить так убей скаут и яш как раз ими и любил это снова ты чем у вас есть может на один только может а окей это а а а и это а и а это круто хотя и думаю город и копьё могут убить могут убить они знаешь они могут убить ну ну хотя ладно а он тебя не требует лагерь разрушить нет ну лагеря ждаются общими заданиями типа на окно будут еще одну сеттлера ну чё осенинка следующим ходом падали дальше куда двинемся ну гранд ривер варна варна хорошо берется под кильманджар она еще и не на холме 9 считает вообще пустяна дрианополь так угол и вообще можно не трогать совершенно ты уже интегра не стройте у тебя про из минус к производству пошел то португалец ты возьмешь ли я не знаю у меня 6 чем чем так мне чем а ну бери лучше ты у тебя тут будет цепь грудов чем у тебя стоит и копейщик над кильманджаро олег не тупи у меня и сметку луком у тебя же прокачка останется так оставляем да аннексируем да ты мог просто сателлит сделать нам все будет слушайте давайте откроем письменность я построю тут библию а потом уже деньги и гильдии хорошо бей айрон верху айрон убирает башню около города с прекрасным длинным названием так поведу дорогу к осенинке вот прямо напрямик вот железо между порта и лиссабоном вот прямо от него прямой дорогой к осенинке будет дорога норм мельбун сразу отбил своего рыбочку так он строит этих катафракций ну это не он а византиец лёша тронкой в четыре города меня обгонять 6 ну я потому что поставил все на промку лишь они не растут ничего олег мы как бы договорились в письменности блин олег поставь шифт он письменность а потом гильд не прям гильдии ставь вот прям гильдии конкретно поставь даже можно прям конкретно арбалеты поставить это тоже так думаю так у меня минус по золоту пошел возьми у меня у него так все дорога ассирийцу построена не понял ну ты наверх там тащишь ему этих снова не даришься развивать не понял я значит тащу не дарю не наоборот тащишь даришь а сам не уйдет не я уже прекратил это делать я последний дарил ходов 5 лет по низу вежды гонконг сейчас буду туда слонами бежать там отвлекать византийца от вас ну весело все таки катафрактами не пробуем возле антверп она как-то оперативно сработать в гонконг требуется право ну давай я стреляю коляску ты и добиваешь план нормально но потом будет там я смотрю лучше фонген гонконг как раз я коляску стреляю ты конем добиваешь союзником сделать и найти сангай каким-то образом блин ребята мне гонконгу очень очень надо найти сангай я его тогда за союзю можете это как-то организовать там побегать уже почти что так я закрыл поле чем не знать для ученого бери или мнение этого может торговца отведешь как раз к мельбурну и счастья получишь и денег на поле там на развитие дальнейшее религию лучше а ну давайте подумаем да не нужна с уже религия все мы не успеем распространить чтобы плюшки в сне и получить тут надо либо уже продавливать их все забирать то есть армия 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 либо а религию мы для чего берем чтобы деньги в лес 1 или карнас планируешь строить я пока у меня не просто вдруг и там крепости втыкать будешь я просто сейчас бы построил и получил еще дополнительную деньги из построить и настрой ты давай строй да ты мне рабочий нужен осенинки но я видишь дорогу строя сейчас там те все буду обрабатывать там лошади у нас есть лошадей у меня еще четыре лошади слоны у меня не требуют лошадей я только если тут могу поставить город но я не хочу все-таки не очень место так что я вот тут поставлю даже вот тут собственно скауты стоит не сильно далеко но при этом и захватить люблю таких юнитов такими прокачками каких по холмам я не очень понимаю вот как они смогли нам осенинку отдать вот честно почему это произошло вообще ну что буду уже влазить правильно метка лука под осенинку убери справа от моего рабочего олег я сейчас одну секунду подойдет кстати железа нет мальчим мечника на штрафе нету игроки заняту железо и мы подарили обычного мечника у него же нету обработанную но вообще-то ему и не нужно для мага в кафе не зачем ему неран ггш какая-то дала мечника ты единственные возможны объяснение ты можешь слоном добить серебра слоном который на серебре стоит добить мечника ты сначала просто встань на коровы слышишь встань на коровы они получат минус 10 к силе и катафракты это не стреляет этот вообще о прыгает метка лук от нравится на нет олег я имел ввиду другого лучника который да я вот сюда хочу поставить ком не тут предлагает типа ну в принципе это получше место но слишком далеко от карфагена на так я эти все равно захвачу я 2 форме 47 ну я 5 я 1 учетом с сангаем не нашли мне еще сангай у меня цитрусовые чудо требует ну варну возьмешь вот и цитрусовые так почему трюфеля а у меня нету трюфелей олег опять теперь уже около осенинки убирай того в прошлый раз которого ты двигал о о о о о о о если там смотри что поста уже сейчас библиотеку строится нет мне надо построить караван потому что гонконг хочет караван но отправлю и после него будет библиотека ты хочешь взять с библиотеки сразу этих арбов ну да я там одну эту особую башню те привела на сеанс лошадью скаута протопу и сверху будут подает варканым я ее добил следующий или ты добивай там сиди прохвачены на две развета ты добиваешь ли я и ну чё докликались до рассинхрона я не кликнул чем построили библиотеку наши соперники ходите там себя у них там тоже короче какой-то внутри средневековье так они только вышли в средневековье чисто гильдии ну да ну так блин купили гонконг да за деньги вряд ли они у них что будет с этим просмотрел блин ну жопа у меня вот не устраивает понимаешь когда какие-то сейвы начинаются а потом после сейвов вот что-то начать такое происходить блин что у нас деньги заканчиваются куда сейчас у нас минус пойдет или отчет юнки не подводишь там ладно уже последние секунды не нужно не я сброшу блин напишите что я сбросил пожалуйста потому что у меня пол хода не было пока я зашел а 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 и а а у г а а и а а а а а а а Только на соседнюю Она должна возле копейщика моего быть Тебе ей нужно в притул к городу подвезти Ага Так, я волю закрыл, что мне взять? Ну блин, ну какого хера? Генерал возьмешь, чтобы бегать по граммам Точняк И отдать его вам потом, да? Ну, Лего вам тоже потом Да, могу уже по горам бегать, отлично Ну я и к Адрианополю веду дорогу, естественно, да? Ну да, веди Олег, веди метколука между Лиссабоном и Осенинкой Олег Да-да-да, сейчас, секунду Скаута вот этого Слушай, я там могут караундовать Да я видел Я только его отправил, сразу варвары появились Зашибись 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 Сейчас он закликает. Блин, у меня уже нет науки. О, как башня бьет. Может взять промку, плюс две промки, если есть специалист? Не знаю, решай сам. Башня, видели, как с одного удара? Да, мы тут все в охренее. Слушай, Олег, из Осининки веди меткалук и вот этого скаута убей, пожалуйста, византийского. Хер он там стоит. Угу. Угу. Или ты не можешь мимо моего рабочего пройти? Угу. Мне надо как-то от Осининки дорогу к варне еще построить, у вас там люди-то стоят. Твою ж маму. Гранд Ривер уничтожать или же... Леша, возьми себе в портомальце хлопок. Леша. Долбаные варвары разграбили мне караван. Так у меня нету науки ваще Олег генерал Долбаные варвары разграбили мне караван. У тебя если варвары разграбят этих лошадей Айрон не пойдет в минус? Нет. Так у нас два генерала, даже три. Ну вот гранд риверс я оставляю и отбираю клетки устроенные. Да. Они не заберут его сейчас обратно? Могут забрать. Скорее всего заберу их. Я тогда тебе вот еще два штуки дарю. Олег дай мне хлопок блин, прими предложение. Так, ты что будешь кликать? В Ираке за два города осталось. Ну я тогда наверно буду. Ну я закликаю сангачку колеску. Хорошо, я тогда... Копейчик. Ммм. М... Мечупикчо. что-то мы про него забыли убил давай используя торговцы и раздавай нам деньги и нахренеть что там с варварами творится олег в осенинке я тебе лошадей исправил можешь использовать лёша я есть возможность браги обработать а что там надо обработать окей я не знаю я думаю не имеет смысла у лего давать деньги у него такой большой мир 25 да наверное слушайте надо и ракезы вынести давайте гранд ривер надо захватывать и или может кинуть от гранд ривера и сверху в аквисас на и пробраться мы заберем гранд ривер да и я в колеску пробую добить там не факт что добью айрон около ниневии лучше подойди вниз до по лагерю короче олег дарите около сининки этого рабочего после больше этом просто мешаюсь айрон ты можешь возле варны сейчас занять этим копейщиком смотрите как византийц разогнал производство свое да круто мне 56 так что мне лех крабов возьми то мне брать с воли может быть стоунхендж возьмем давайте возьмем не не бери тоже торговца отдай отдай мне я его зашу хорошо и он пускай он за этот манду какой-нибудь засоюзит мельбур а мельбур не стал союзником нет просто друг просто друг френд зона на земле послушайте как то я смотрю на фронте у соперников больше юнитов становиться чем у вас там снизу смотри бежит катафракт около лиссабона видишь да так маркет у них катафракт довольно сильный нам надо генералами воспользоваться нашими лишь я добиваю лагерь да а если поставить крепость где-то у тебя катафракт следующим ходом нет калуко и спорту надо будет быстро то как-то 4 по идее должен встать на хлопок лёша ой айрон что ты своего копейщика потом берешь ну пограбил тебя хлопок о двигай своего копейщика и кому в общем где варна о я сейчас сюда поставлю крепость разберется уже сириец я не пойму вы вы решили на виктории так ничего и не ставить какие-то блин буржуи дарим не торговцев пользуйтесь двагис и играйте в умные игры игра получилось долгой поэтому продолжение через день или завтра я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрел это видео и до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что доставили до конца удачи и играйте в умные игры удачи